Ростовская область уже готовится к летним олимпийским и паралимпийским играм 2016 года. Об этом стало известно на заседании коллегии Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области. Сегодня мы проведем такой серьезный разговор и я попросил бы именно так и настроиться и выступающих плановых и тех кто хотел бы что-то высказать у кого есть какие-то мысли чтобы разговор получился конструктивный и в итоге мы приняли необходимое решение которое бы работали на развитие спорта и спорта высших достижений на подготовку спортсменов к олимпийским играм. Направо представляет Донской регион в самых престижных спортивных состязаниях претендует почти сотня атлетов по 24 видам спорта. Это бокс, гребля, легкая атлетика, плавание, стендовая стрельба и другие виды с богатой историей на Дону. Донская земля она богата талантами но еще необходим талант его раскрыть поэтому нам главное не потерять вот тех талантливых ребят которые на сегодняшний день любят и преданы спорту. Чтобы раскрывать все больше и больше молодых дарований в Минспорта презентовали целую концепцию подготовки спортсменов к летним олимпийским играм 2016. Не просто слова а поэтапное решение каждой задачи. От новых требований к приему юных спортсменов до создания центра подготовки спортивных команд. Суть документов создание благоприятной почвы для резкого рывка вперед спортивной отрасли региона. Яркий пример такого подъема Олимпиада 2008 года в Пекине, когда донские атлеты собрали самый большой урожай наград среди всех регионов страны. Шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Проблемы в спортивной сфере есть и решать их просто необходимо. В лексиконе в Министерстве спорта отсутствует слово проблема и сплошные задачи. Да, есть задачи разного уровня, но это задачи, потому что как только звучит слово проблема, это абсолютный тупик. Поэтому то, что касается сегодня с кандидатами в олимпийские сборные, сборную страны, у нас очень такой пессимистичный прогноз, то есть более 400 кандидатов, но мы не разделяем этот оптимизм наших федеральных коллег, хотя там действительно взят весь спектр возрастной, вместе с тем я хотел бы отметить, что у нас очень такой неплохой задел в некоторых видах спорта и я думаю, что мы будем максимально использовать возможности вот в эти два года, чтобы рассос в области была максимально представлена на олимпийских играх. Сумма осигнований, выделенных на спорт ежемесячно увеличивается, эта неделя прошедшая тоже не стала исключением. Губернатором подписаны ряд документов, в том числе на выделение финансовых средств по оплате стипендий и премий по итогам предыдущего периода. Губернатором подписаны средства на капитальный ремонт и реконструкцию некоторых объектов. В ближайшие два года концепция должна стать основой всей спортивной отрасли. Однако по завершении Олимпиады 2016 о документе не забудут. Заложенные в концепции основы останутся приоритетными как минимум до следующих игр 2020 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова